Здравствуйте! С вами Лысенко Евгений, ученик 8-го класса школы имени Фёдора Михайловича Достоевского. Сегодня мы будем с вами обсуждать тему, которая важна не только для лидера, но и для обычного человека. Это, конечно же, личностный рост. Личностный рост – понятие, знакомое каждому, кто хоть раз в своей жизни сталкивался с успехом. Человек по своей натуре – существо, которое нуждается в социуме и в саморазвитии. Мы с вами не можем остесть трясине своего болота, зная, что тогда наша жизнь не будет наполнена такими красками и счастьем, которым она может быть наполнена. Личностный рост – это процесс постоянной и непрерывной самореализации, благодаря которой человек прокачивает и нарабатывает определенные качества или умения. Достигает поставленных целей, а также повышает уровень своей жизни. Реализация собственного потенциала помогает заниматься любимым делом и проживать яркую жизнь. Когда мы работаем над собой, мир вокруг нас меняется. И когда мы достигли каких-либо высот, мы не должны говорить о том, что я достиг определенных высот, и мне этого достаточно. Нет, это неправильно. Нет пределу совершенства в саморазвитии. Современная психология дает очень много разных понятий, что же такое личностный рост. Но суть таких определений все равно одна. Саморазвитие – это ощутимая и наглядная трансформация человека, повышение его потенциала и раскрытие внутренних ресурсов. Тема личностного роста очень хорошо раскрывается, конечно же, в литературе. И в книге «Куда жить человек в цепях свободы» очень хорошо описывается, что же такое личностный рост. Я вам сейчас зачитаю отрывок. Если у человека становится больше интересов, а с тем и стимулов жить, смыслового наполнения жизни, также возможности анализировать, отличать одного от другого, возможности синтезировать и видеть связи и явления, понимать людей. Хоть личностный рост и направлен на обработку внутренних моментов, он обязательно находит отражение во внешнем мире. Процесс личностного роста нельзя представить без постановки определенных задач. По сути, желание стать лучше уже является самостоятельным намерением. То есть, если вы будете следовать определенной цели, определенной задачи, вы обязательно к ней придете в ближайшее время или в скором будущем. К примеру, для школьников очень хорошим стимулом самореализоваться, конечно же, является внутрешкольная организация «Актив школы», где дети могут раскрыться, где дети могут начать реализовываться в духовной сфере жизни общества. Что я имею в виду? Конечно же, ведение концертов, участие в концертах, участие в всевозможных конкурсах на разных площадках, не только школы, но и всей Москвы, а там уже и всей России. Что ж, наша рубрика подходит к концу, и именно поэтому я хочу, чтобы вы сейчас взяли листочки, ручки и записали некоторые моменты, которые вы должны запомнить, записать, так сказать, план, по которому лучше всего идти к саморазвитию. Итак, первый пункт – это, конечно же, конкретные задачи. Конкретные задачи подразумеваются, маленькие задачи, которые можно сделать в ближайшем будущем. К примеру, я хочу закончить эту четверть без троек. Это как раз-таки конкретная задача, к которой вы можете прийти в ближайшее время. И как раз-таки о времени. Второй пункт – распланировка времени. Не просто количество свободных часов, а правильное их использование, самореализовывание в этих часах. И третий пункт – это стратегические задачи, стратегические цели. Большие цели, еще так можно назвать, к которым вы можете прийти тоже довольно-таки быстро, но когда вы уже смогли самореализовываться с конкретными задачами. Вот, к примеру, да, конкретную задачу вы поставили закончить четверть без троек. Все, вы ее закончили. Четыре, пять, четыре, пять, 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 четыре, не важно, да? Вот. И вот на следующий год вы ставите себе задачу закончить, к примеру, девятый класс без троек. И это уже стратегическая задача, большая задача, к которой можно прийти за определенное количество времени. А с вами был Лысенко Евгений, ученик восьмого В класса школы имени Федора Михайловича Достоевского.